В Алматы вновь митинговали Голдопурганские приехали в Чили, в наглую, в наглую, со двора забрали машину, со двора. Они имеют право такое? Имеют, нет? Вы вот ответьте, пожалуйста. Нет. Вот не имеют. А почему они со двора машину забирают? Они какой имеют? Это частная собственность. В наглую забрать. И еще в конце по 100 тысяч спросили, чтобы обратно машину забрать. Автовладельцы недоумевают, почему сначала их машины впустили в Казахстан, а теперь буквально выживают с алматинских дорог. Единственное здравое оправдание тому – лобби крупных автомобильных компаний, которые продают машины по заоблачным ценам. Все правительство живет за счет простого народа. Почему они не переходят на нашу сторону? Не чувствуют нас, что мы простой народ, что у нас нет столько денег, чтобы мы покупали такие дорогостоящие машины. У нас нет даже таких зарплат. Вы посмотрите, город зашлакован магазинами по продаже авто. Присутствующие на стихийном собрании полицейские наблюдали за происходящим и не вмешивались. Только исправно фиксировали все выступления на видео. Позже к недовольным автовладельцам приехал начальник управления по борьбе с контрабандой. Встретили его весьма горячо. Автовладельцы открыто говорят о поборах на границе. Мол, плати деньги на таможне и провози, что хочешь. Также можно, к примеру, замзду, обзавестись талоном и беспрепятственно ездить по Казахстану три месяца. У вас подразделение, у вас все куплено? Куплено? Ладно, успокойтесь. Все бандиты и боры. Впрочем, таможенник в долгу не остался и обвинил автовладельцев в различных нарушениях при ввозе машин через границу. По его словам, люди сами идут на любые ухищрения в погоне за дешевыми авто. Ввозит ее через границу, иностранный гражданин возит, понимаете? Иностранный гражданин возит, завозит ее. После того, что иностранный гражданин слезает с машины, также уходит обратно. Купивший гражданин Республики Казахстан садится на машину, подделывает какие-то доверенности и проезжает, и ездит в Республику Казахстан. Но пока у казахстанцев выбора нет. Беда в том, что в пределах таможенного союза машин, равных по соотношению цена-качество с зарубежными, просто нет. Продукции российского автопрома народ относится весьма скептически. А на иностранные автомобили после вступления Казахстана в таможенный союз ценники сильно подросли. Поэтому люди вынуждены искать обходные пути и покупать иномарки в соседнем Кыргызстане. Но в сердцах казахстанцев теплится надежда на скорое решение автомобильной проблемы. Ведь власти Кыргызстана уже выразили желание вступить в таможенный союз. А это значит, что казахстанцы смогут тогда законно переоформить приобретенные там машины.